Мир бодибилдинга и фитнеса наполнен самыми разными историями и фактами, часть которых действительно рабочие, а часть из которых уже устарели и не имеют ничего общего с реальной практикой и новыми научными данными. И сегодня я бы хотел более подробно разобрать историю про то, как базовые упражнения вызывают большие гормональные выбросы и как эти самые гормоны влияют на рост мышц. Это из разряда «хочешь большие руки, качай ноги», типа базовые упражнения на большие мужчины группы создают такой гормональный выброс, что хватает и рукам, и всем остальным мышцам тела. Дело в том, что эта теория в последнее время все чаще подвергается критике. Действительно, последние научные данные показывают, что гормоны в моменте не играют ключевой роли. Есть целая куча других факторов, которые определяют мышечный рост. Но речь сейчас не об этом, а о том, нужны ли нам все-таки мощные гормональные выбросы от базовых упражнений и влияют ли они на рост других более мелких мышечных групп. На самом деле проблема-то вот в чем. В последнее время количество теорий сильно превосходит количество практики. Если раньше качок Вася просто пояснял тебе, что реально работает на практике, то теперь такое недопустимо. Теперь качок Вася должен научно обосновать весь тот бред, который он несет про всю свою базу и прочее. И по факту мы все больше движемся от практики в сторону теории, что не совсем верно. Ибо если то, что получилось в пробирке, не соответствует тому, что получилось в спортзале, то ну ее в баню эту пробирку. Итак, давайте к нашей теме. База и гормоны. Все мы знаем, что гормоны в основном заходят в активную ткань. Типа качаем ноги и гормоны заходят в ноги. Качаем руки, заходят в руки. Но, как всегда, есть одно но. Далеко не все гормоны заходят именно в активную ткань. В пассивную ткань они тоже заходят, пусть и не так эффективно. Это подтверждается не только на практике, но и экспериментально. Берете вы одну ногу, тренируете в силовом аспекте, хотите прибавить силу. Другую ногу не тренируете. И через полгода идет прибавка. Ну, примерно на 50% в той ноге, которая тренируется, а в которой не тренируется тоже прибавка. Вот только на 10%. Она вообще не тренируется, мышца-то растет. И в итоге получается, что, в принципе-то, даже те ткани, которые не тренируются, получают гормоны в несколько большем количестве, но не так, как это происходит в активной ткани. И это, кстати, объясняет многие вещи. Например, те, когда человек тренирует только ноги, а в верхней части туловища тоже есть прирост. Пусть и несущественный, но есть. Или, например, тот факт, что... Давайте на примере. Реальный пример из жизни. Приходит парень в зал среднего телосложения. Подтягивается раз 10. И начинает заниматься исключительно базой. Присед, джим, становая тяга. И через несколько месяцев его количество подтягиваний увеличивается уже до 13-14. При этом подтягивания он вообще не делал. И давайте на чистоту. В становой тяге широчайшие мышцы и руки хоть и участвуют, но не так, чтобы увеличивать подтягивания. Тяга штанги в наклоне, да, но не становая. Это все-таки больше не спины и ноги. Более того, вырастает сила и в других упражнениях, типа подъема штанги на бицепс. А бицепс во всех этих движениях вообще работает довольно косвенно. И по факту получается, что база помогает расти всем мышцам. И это то, о чем говорит практика. Нужно ли обязательно качать ноги, чтобы росли руки – вопрос другой. Но тот факт, что гормональный выброс от базовых упражнений влияет на пассивную ткань, не участвующую в движении, неоспорим и доказан экспериментально. И это даже не предмет для спора. Другой вопрос, что лучше делать для комплексного развития. Только базу или полноценно тренировать все мышцы, которые мы хотим накачать. Наверное, и то, и другое, как это и принято. Разумеется, ждать существенные прибавки в размере бицепса от приседаний не стоит. А вот от тяги штанги в наклоне стоит. Так как это упражнение включает в работу крупные мышцы и вместе с ними бицепс. В итоге и хороший гормональный выброс, и совокупная нагрузка, в том числе на бицепс. Итак, какой вывод? Да такой же, как и раньше. Приседы, выпады, тяги, подтягивания, жимы, в том числе отжимания на брусьях и прочее – это база, которая дает комплексное развитие. На самом деле, можно долго рассуждать о конкретных механизмах, но факт остается фактом. Поэтому фильтруйте информацию, которую получаете и всегда старайтесь привязывать ее к практике. А в описании к этому ролику вы найдете все мои программы тренировок, рекомендации по спортивным добавкам и мой телеграм-канал. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!